Если вы не владеете архивским языком, значит, вы просто попадаете с контентом. Также совершенно очевидно, что язык не умеет производить продукт. Все-таки у нас еще ситуация не настолько критичная. Есть очень талантливые люди, замечательные инженеры, которые могут помогать этот продукт, мы явно не умеем. И это тоже совершенно очевидно. Я хочу сказать о роли гуманитарной дисциплины вообще, поскольку я лично занимаюсь уранами иностранных языков, возглавляя Советом профессионального иностранного образования в нашем политическом университете. И мы этими проблемами занимаемся много, и я часто бываю на журналистах конференциях. Кстати, хочу сказать, что такая кризис образования, это, не знаю, меня как-то, может быть, это даже где-то немножко порадовало. Это не только наши проблемы, о нем говорят все, в том числе и американские представители высшей школы, и европейские. И поиски решений, они, так сказать, идут примерно в одном направлении. Я хочу сказать, что основной идеологией современного образования сегодня должно быть воспитание творческих, креативных людей, согласованных принимать на стандартные решения. И всем абсолютно очевидно, что решение этой проблемы невозможно без очень активного привлечения предметов гуманитарного цикла, который, так сказать, этот аспект очень сильно упустили, и, безусловно, мы не изменить огромный ущерб нашему образованию. Просто я приведу пример, что такие университеты, как Веркли, Виссачевский технологический университет, при подготовке инженера гуманитарный цикл составляет до 60%, нам это странно представить, потому что они считают, что именно гуманитарная составляющая создает людей, которые готовы принимать на стандартные решения, готовы учиться на протяжении всей жизни, готовы активно и успешно коммуницировать. А мы знаем, что сегодняшняя ни промышленность, ни наука не может развиваться без сегодняшнего общения. Нам интернет, информационные технологии достали возможность, и большинство проблем решаются именно тогда, когда есть эффективное общение, которое формируется практически только благодаря таким предметам, как иностранный язык, история, то есть предметам гуманитарного цикла. Следующий очень важный вопрос – это выбор принципов, которые должны лежать в основе этого инновационного образования. Так как, скажем, многие западные образцы, которые чрезвычайно активно оперируют наши отечественные специалисты в области образования, особенно чиновники, они подвергаются самой диской кризиске на самом Западе. Особенно очень много работ на эту тему. К сожалению, они почти не переводятся на русский язык, а опять-таки, вот всего плохого здания иностранных языков, они не всем доступны, и поэтому я бы хотела бы тоже обратить на это внимание. Скажем, звучащая сегодня у нас очень активная идея о том, что разбавляете образование как бизнес, по терпению безусловный кризис на самом Западе, и практически все прогрессивные специалисты в области образования очень жестко это осуждают. Так я приведу пример очень интересный из книг Криза Хеджеса, который говорят в Крисовской премии, она называется «Империя иллюзий», она есть в интернете. Он отмечает, что многие элитарные училища в Средине США, такие как Гарвард, Гейли и так далее, вместо того, чтобы учить студентов думать и задавать вопросы, строят обучение вокруг семи минутных специализированных дисциплин, ограниченных ответов и ригитных структур. Автор книги приводит слова одного из выпускников Бертли, что идея о том, что образование связано с тренировкой навыков и финансовым успехом, а не с обучением критической мыслить и решать нестандартные задачи глубоко порочно, так как упускают такой очень важный аспект, как обязательство и ответственность перед обществом. Сейчас опять начали немножко об этом говорить, о воспитании там патриотизма и так далее. Вот мне, например, как русскому, российскому, чего мне очень обидно, что такие понятия, как социально полезная личность, появились именно в американской дидактике, а не в российской. Мы настолько уже от этого отошли, хотя у нас, в общем, все это было, но мы, как всегда, любим до основания за тем, не оставляя ничего полезного. Так вот, социально полезная личность – это то, что ставится в качестве образовательной цели в западных университетах. Социально полезная личность понимает личность с высоким образовательным уровнем, активным потреблением культуры, высоким уровнем познавательной мотивации, личность, которая характеризуется наивысшей социальной активностью и гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. И вот именно такой личность должна быть воспитанной выпускниками вузов. Для нас это тоже чрезвычайно актуально. Практически все западные дидакты, так же, как и мы, мы очень много обсуждали на конференции, приводят массу примеров, и абсолютно убедительно это доказано, что бизнес-мораль, которая позволяет легко использовать, затем отбрасывать людей, привела к тому, что люди не испытывают особого энтузиазма и лояльности ни к своей работе, ни к своему работодателю, ни к производимому продукту. Творчество и мотивация к своему культу вызывают осмысленная работа как часть общего дела, организационная культура, основанная на взаимных уважениях и поддержках. Только финансовая сторона не решает этот вопрос. Это кризис, который наблюдается сегодня во всем мире. Так вот, без гуманитарного образования, это совершенно очевидно, невозможно сформировать полноценную социально-полезенную личность такими важными качествами, как ответственность, милосердие, сострадание, рефлексия, целостность и так далее. Еще один очень важный момент, я очень кратко остановлюсь, это одну из причин угасания творческого потенциала народа, без которого невозможно развитие образования, является разрушение национальной системы образования с традициями, культурой и так далее. Поэтому развитие национального и культурно-ориентированного гуманитарного образования в технических вузах является ведущей предпосылкой активизации творческих сил и способностей и одной из важнейших инструментов формирования, в том числе социально-полезной личности. Мне хочется еще раз сказать о том, что у меня как-то в свое время, наверное, так же, как все, кто работает в вузе, очень покоробила фраза, когда наш прошлый министр образования сказал, что мы на вопрос о цели образования, что мы готовим квалифицированного потребителя, способствующего пользоваться результатами творчества других. Так вот, если мы не будем готовить квалифицированного создателя, творческий мыслящего человека, то нам скоро нечего будет потреблять. Поэтому недооценка и административно-ориентированного образования, занимающиеся вопросами культуры, этики, привело к тому, что мы в общем создали систему обучения, в которой отсутствует такой важный компонент, как умение критически осмыслить суровую реальность сегодняшнего дня. И, кстати, падающая навык экономическая система западная, которая, так сказать, и была создана вот этими зашоренными управленцами, лишенными, так сказать, основных нравственных понятий, он демонстрирует, к чему это может привести. Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы все-таки изучали западный опыт в плане извлечения ошибок, и не шли по пути повторения его ошибок, а все-таки как-то вот перешапили эту фазу и понимали, что первое и очень важный момент – это подготовка очень образованных людей. Кстати, я хочу сказать еще одну вещь. Информация устаревает быстро. Мы все знаем, что даже менее пяти лет сегодня говорят. То есть человек, который обучается сегодня, через пять лет его знания будут быть невостребованы. Поэтому что нужно? Нужно готовить фундаментально образованного человека, который может быстро самообучаться, который умеет общаться и извлекать информацию, который умеет пользоваться этой информацией, а самое главное – человека ответственного, любящего свою страну, что тоже не важно, очень важно, и человека способного творчески и стандартно мысливости. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Спасибо. 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 Спасибо.